В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. Во всех поселениях Ленинского района в эти дни проходят вахты памяти, посвященные празднику 9 мая. Воробьева Александра Васильевна, младший сержант разведки, дошла до Берлина. Ежегодное школьное соревнование Санпостов в очередной раз состоялось в Видновской школе номер 7. Сама искала информацию с помощью взрослых или в каких-то книгах с помощью интернета. В Видновском производственно-техническом объединении городского хозяйства возродили традицию торжественных проводов на заслуженный отдых своих сотрудников, достигших пенсионного возраста. Отдать всю энергию и силы одному предприятию почти 45 лет – это, безусловно, подвиг. В преддверии Дня Великой Победы во всех поселениях Ленинского района проходят вахты памяти. Почтили защитников родной земли и в совхозе имени Ленина. Подробности в нашем следующем сюжете. Мир от нечисти спасали герои наши деды. И этим подвигом горды наследники победы. Ветераны, труженики тыла, солдатские вдовы, дети войны – все они живые носители истории, в памяти которых навсегда запечатлелись и ужасы войны, и всеобщее ликование в День Великой Победы. К сожалению, с каждым годом участников боевых действий становится меньше. Не осталось их и в совхозе имени Ленина. Но их потомки бережно хранят память о тех страшных событиях и героических поступках своих родных. Воробьева Александра Васильевна, младший сержант разведки, дошла до Берлина. Была награждена Орденом Славы, Орденом Великой Отечественной войны второй степени, а также медалью за взятие Берлина. Войну начал на Кавказе. Участвовал в боях под Новороссийском, где получил первое ранение. В 43-м году освобождал Донбасс, за что получил Орден за отвагу. Однажды пуля попала прямо в Орден, и парадежка осталась жив. Только благодаря этому закончил войну в Болгарии. Я горжусь им. Доброй традицией стало проводить вахту памяти у здания Дома культуры совхоза имени Ленина. Благодарить за мужество, стойкость, самоотверженность, за мирное небо над головой. Дорогие наши участники войны, все, кто имел к ней отношения, мы благодарим вас за этот светлый день. За день, который принес нам мирное небо. И обещаем, что мы будем со своей стороны делать все, чтобы это мирное небо было над нашей головой всегда. В мероприятии приняли участие юнормейцы, ученики школы совхоза имени Ленина и Дашкалята. Ребята из детского сада «Замок детства» вручили ветеранам, бывшим малолетним узникам и тружникам тыла, сделанные своими руками цветы и открытки. А затем торжественная процессия направилась к памятнику павшим воинам. За годы войны погиб каждый третий ушедший на фронт житель Ленинского района. Только в сельское поселение совхоз имени Ленина пришло более 300 похоронок. И извещений со страшными словами «Пропал без вести». На монументе погибшим в годы войны высечена 91 фамилия. Все эти люди, трудившиеся до войны в совхозе, не вернулись домой. Их память почтили возложением цветов. Татьяне Федоровне Бушковой было восемь, когда началась война. Отец Федор Степанович Панкратов ушел на фронт, а маленькую Таню вместе с мамой, братьями и сестрой эвакуировали в Киров. Отец пришел с войны инвалидом первой группы. Из-за тяжелого ранения головы он потерял память. Был ранен, вот у него головное было ранение. Он в течение полгода не знал, кто он есть, кто. И потом, когда потихоньку стал вспоминать, то вспомнил и вернулся в нашу семью где-то в 48-м году. Все это время семья не знала, жив ли он. И таких историй множество. Сохранить их для потомков – главная задача нынешнего поколения, считают организаторы вахты памяти. Сегодня ночью в 4 часа утра мы встречаем рассвет Победы с учащимися 548-й школы. И завтра большой праздничный концерт. Целыми днями в парке звучат песни военных лет. То есть мы делаем все для того, чтобы вот в эти дни, не празднования Великой Победы, все от мала до велика почувствовали то, что мы ждем и ожидаем большой-большой праздник. В ближайшее время жители совхоза имени Ленина, как и всего муниципалитета, ожидают множество памятных мероприятий, приуроченных к грядущему Дню Победы. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Уже больше 10 лет в нашем муниципалитете проводится смотр в строе песни «Салют Победа». Здесь надеть форму и пройти маршем вместе со своими товарищами может каждый школьник Ленинского района. Екатерина Коваленко понаблюдала за юными патриотами. Исполнением гимна Российской Федерации открылся районный смотр строя песни «Салют Победа». В этом конкурсе, традиционно проводимом в преддверии 9 мая, принимают участие мальчики и девочки из всех школ нашего муниципалитета. Настоящие патриоты своей родины, лучшие из лучших. Они с радостью дарят себе и окружающим ни с чем не сравнимые эмоции единения. Подружить их, дать им возможность участвовать в чем-то, что их объединяет, и действовать сообща, вот это самое главное. А дальше они научатся, научатся понимать и любить друг друга, любить свою семью, любить родину. В этом году в строй встали более 500 школьников, всего 18 отрядов. Для успешного участия здесь равноважны как отличная физическая форма, так и боевой дух. Подготовка к акции началась примерно за месяц, и за это время ребята наверняка десятки и сотни раз слышали команды «Смирно и равняйся». Стать участником строй – миссия почетная и ответственная. Это дает возможность каждому, хоть ненадолго, но почувствовать себя защитником Родины. Прошлогодние победители – мальчики и девочки из видновской школы номер один и сейчас показали яркое и зрелищное выступление. Командир – хрупкая 15-летняя Дарья Калягина, которая не колеблясь приняла предложение возглавить отряд. И неспроста дочь профессионального военного она собирается продолжить династию. Большая ответственность лежит на мне, 30 человек как-никак, но мне нравится. Я отношусь со всей душой к этому, мне нравится. Тяжело бывает, трудно, но мы стараемся. Был среди команд и женский батальон, в составе которого только представительница прекрасного пола. Возможно, девушкам и сложнее физически маршировать и выполнять военные команды, но с задачами конкурса они справились на ура. Даже к своему облику на смотре школьницы подошли с женской смекалкой. Особенно уделили внимание футболкам. Мы хотели, чтобы они развивались на ветру, чтобы было как знамя, как красное знамя. Делали своими руками вот эти вот георгийские ленточки. Сидели тоже после седьмого урока и все вместе все делали. Оценивало действия конкурсантов жюри, от зоркого взгляда которого не ускальзывала и малейшая деталь. Впрочем, мелочей здесь не бывает. Важно все. Строевая дисциплина, четкий марш и проход с песней, слаженность действий отряда. Замечательная подготовка. Прямо хоть сейчас их отдавай в армию, честно. Так что я очень рад на самом деле за наше поколение подрастающее. А после смотра все участники смогли восполнить силы, как настоящие военные. Сегодня ребята не только надели форму и прошли в строю, но и попробовали одно из самых главных блюд военно-полевой кухни – гречневую кашу с тушенкой. Ребята, и как вам? Очень вкусно! Отлично восстанавливает силы. Победителями смотра жюри единогласно признала ребят из Видновской школы номер один. Екатерина Коваленко, Евгений Садовский, Сергей Ларин. Видное ТВ. Первую медицинскую помощь должен уметь оказывать каждый человек вне зависимости от возраста и профессии. В этом уверены организаторы ежегодного школьного соревнования санпостов, которое в очередной раз состоялось в Видновской школе номер семь. Подробнее в сюжете Анастасии Ворониной. Ежегодное соревнование санитарных постов по традиции началось с торжественного построения. После этого обязательный ритуал. Командиры докладывают о готовности команд к испытаниям. И, наконец, отряды приступают к прохождению этапов. В этом году участие в соревновании приняло 16 школ Ленинского района. Все направления медицины школьники должны знать. И я надеюсь, они прекрасно покажут свои знания. И умение оказать даже в таком возрасте доврачебную, правильную медицинскую помощь дорогого стоит. Каждая команда, состоящая из пяти человек, должна была пройти девять этапов, на каждом из которых ребятам нужно было показать свои знания. Ксения Мельникова, ученица Видновской школы номер 7, уже не первый год принимает участие в соревновании санпостов. И не понаслышке знает, чему нужно уделять больше времени при подготовке. Мы готовились поэтапно. Получается, у каждого свой этап. Каждый отвечает за свой этап. Я сама искала информацию с помощью взрослых или в каких-то книгах, с помощью интернета. И просто учила, кого-то спрашивала. И вот так вот подготавливались. Теория нужна и важна, но без практики не обойтись. Тем более в медицине. Так на одном из этапов ребята показывали, как нужно оказывать первую помощь. А оценивал их работу опытный врач, который внимательно следил за каждым действием школьников. Главное время. Потому что время – это тоже большой фактор. От этого зависит тех, когда при подсчете баллов. И время тоже играет большую роль. Для кого-то это соревнование – просто источник новых знаний и интересное времяпрепровождение. А для Александра Соколова – начало его профессионального пути. Эти соревнования, в первую очередь, это как начальная подготовка к тому, что многие из нас пойдут в медицинские вузы. И, к примеру, я, для меня это неплохая база, на которую я могу опираться. Все команды показали достойные результаты. По итогам всех пройденных этапов первое место заняла школа совхоза имени Ленина. Второе – Видновская гимназия. Третье – Видновская школа номер два. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. В Видновском производственно-техническом объединении городского хозяйства возродили традицию торжественных проводов на заслуженный отдых своих сотрудников, достигших пенсионного возраста. Так, с почетом и многочисленными словами благодарности коллег отправился в самый лучший отпуск, как еще иногда называют пенсию, один из легендарных сотрудников предприятия – электрик с 45-летним стажем Владимир Анатольевич Пташкин. Сюжет Екатерины Коваленко. В теплой дружеской атмосфере, хоть и с нотками грусти, провожают на заслуженный отдых одного из сотрудников Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства Владимира Пташкина, перешагнувшего 70-летний рубеж. Отдать ему дань уважения собрался многочисленный коллектив предприятия. Выразить слова благодарности приехал и заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков. Отдать всю энергию и силы одному предприятию почти 45 лет – это, безусловно, подвиг. Обычный человеческий подвиг. Владимир Пташкин стоял у самых истоков теплосети. Он поступил сюда на службу электриком в год основания предприятия – в далеком 1974-м. И по признанию Владимира Анатольевича, за четыре с лишним десятилетия его ни разу не посетила мысль сменить место работы. Хотя бывало всякое – аварии, трудности, обычная человеческая усталость. Нелегко удалось и решение выйти на пенсию. Вся жизнь прошла, в основном, большая часть в этом коллективе. Конечно, все-таки за все годы так порываешь, как дом родной получается. И в этом доме или даже семье Владимир Анатольевич – непререкаемый авторитет. К его мнению всегда прислушиваются и коллеги, и начальства. Без всякого преувеличения – это легендарный для теплосети человек. Он является ярчайшим примером для многих наших работников, для многих десятков наших работников на протяжении многих поколений. За что огромное ему спасибо. Воспитал за годы службы Владимира Пташкина немало учеников. Он всегда с радостью делится опытом, раскрывает секреты профессии и, не задумываясь, приходит на помощь. И теперь уже его последователи обеспечивают бесперебойное теплоснабжение видного, любимого города Владимира Анатольевича. Нам есть на кому равняться молодежи, есть с чем брать, что учиться. Поэтому очень рад я, что удалось мне с тобой поработать. Действительно, многому ты меня научил. В завершении встречи Владимир Анатольевич Пташкин пообещал коллегам регулярно приходить к ним. Теперь уже в качестве гостя. Ведь двери родного предприятия всегда для него открыты, здесь ему всегда рады. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Развилковской средней школе прошел традиционный концерт, посвященный Дню Победы. Он был подготовлен не только силами учеников, но и при участии преподавателей и родителей. Послушала песни Победы и наша съемочная группа. Зрители спешат занять места в зале, а ветераны, приглашенные на концерт, уже принимают первые поздравления. Всего вам доброго, светлого, а вам мы подарим свою песню. Мы помним, такое название получил концерт, прошедший в Развилковской школе. За победу заплатили невероятно высокую цену. Хочется сказать слова благодарности нашим ветеранам, труженикам тыла, детям войны, которые не щадили ни своих сил, ни здоровья, а не сражались за Родину. Номера в концерте подобраны таким образом, чтобы внимание зрителей не ослабевало. Песни сменяются танцами, а те, в свою очередь, поэтическими композициями. Худая, юная девчонка, в окопах на передовой, глаза ее, как у ребенка, с какой-то искоркой живой. В апреле в Развилковской школе прошел фестиваль инсценированной военно-патриотической песни. В нынешний концерт вошли самые лучшие номера фестиваля. Перед выступлением у артистов была всего одна репетиция, но все прошло как по нотам. Для меня было самое сложное, когда мы выходили именно, чтобы не запнуться, не вместе выйти. Ну и как, все получилось хорошо? Да, я не забыл, все нормально было. Александр Александрович Ковальчук День Победы встретил на боевом посту. Его бригада на тот момент базировалась в Вене. Тогда ему было 19 лет. И сейчас, глядя на выступления молодых людей, живущих под мирным небом, он вспоминает великий день, когда закончилась война. Вена вся горела. Тысячи ракет стреляли с зенитки, с этих трассирующими из крупнокалиберных пулеметов. Где-то за городом пушки стреляли. Ну и, естественно, и мы до последнего патрона выстрелили. Ну а за это время старшина накрыл стол и начался банкет. Именно им, ветеранам прежде всего, и адресованы эти концертные номера. Для юных артистов нынешний концерт не просто механическое повторение выученного. Ведь Великая Отечественная война оставила свой след практически в каждой семье. У меня воевал прапрадедушка на войне. Он ушел на фронт и не вернулся. У меня прапрабабушка, ей уже 90 лет исполнится. Почти 33 тысячи жителей Ленинского района ушли на фронт, и каждый третий не вернулся домой. Их и всех погибших за родину почтили минутой молчания. В концерте прозвучали не только песни военных лет. Второй Г-класс исполнил для зрителей вполне мирную песню, хоть и посвященную солдатской службе. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьим вся улица светлая. В инсценировке приняла участие и классный руководитель Ирина Чугина. Позже она отметила, что все роли ребята исполнили на твердую пятерку. Есть у нас любимые девушки, есть завлекалочки девушки, и есть солдаты настоящие, и есть наш хор. Хор молодцы, им пришлось от начала до конца пропеть всю песню, а не умнички. Всего в концерте приняло участие более 60 человек, и каждый из них подарил зрителям частичку своего сердца. С днем, подлеты! Концерт прошел в рамках вахты памяти, во время которой в Развилковской школе проводится ряд мероприятий, посвященных празднику 9 мая. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 8 мая, с утра и до самого вечера небо будет вскрыто за облаками. Днем ожидается мелкий дождь, вечером дождь с грозой. Температура плюс 23 градуса. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!